МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ -"Следовать моде смешно, а не следовать глупо". Здравствуйте! С вами программа Модный приговор на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым приступом. Юрок, в чём дело? Тебе нравится быть подкаблучником? Ну, почти да. Я говорю, надо идти в ЗАГС, пошли. И всё, он был Лобанов, стал Алёнин. А ты не стесняйся, скажи, как есть. Бывает, что подкаблучники самые надёжные люди. И счастливо живут. Итак, сегодня мы слушаем дело в стиле «Всё под контролем». Елизавета Зайцева обвиняет свою сестру Евгению Алёнину в том, что она слишком много взяла на себя. Также в студии присутствует группа поддержки. Близкие друзья наших героев. Давайте их и приветствуем. Обвинение, как всегда, представляет несравненная Велина Хромченко, эксперт моды. Человек, знающий о моде всё и даже больше. Защиту представляет народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня она поможет продавщице прохладительных напитков и стулы отстоять свои права. И я, ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев. Елизавета, прошу вас, подойдите к микрофону. Правильно ли я понял, вы обвиняете свою сестру в том, что она всё делает сама, но при этом забывает о себе? Я обвиняю свою сестру в том, что она абсолютно всё делает сама. Раньше она работала на двух работах, сейчас вот, слава богу, на одной. У неё есть муж, у неё есть двое детей, и всё это на... Муж здесь присутствует, дочка тоже. И всё это она тянет на себе. Она обеспечивает семью, она всех кормит, поет, одевает, обувает. Плюс она помогает маме мужа, бабушке мужа, и абсолютно забывает о себе. Ну это нормально. У нас все женщины на себе вообще всё тянут. На то они и женщины, понимаешь, как лошадь пахать с утра до ночи. Вообще, вы о чём говорите? Что значит нормально? За мужем, это значит, женщина сидит за такой каменной стеной, а муж всё делает. А зачем ещё замуж выходить? Это нам так кажется, что мы за мужем. Ну как зачем? Для того, чтобы детишки родились. Вот, хотя бы. Ну давайте спросим нашу сегодняшнюю подсудимую, Евгению. Вы согласны с обвинением сестрёнки? С обвинением я не согласна. Потому что зачем тратить деньги на вещи, которые потом всё равно износятся. Потом из-за прилавка вас-то видно только по эту часть, правильно? Во-первых, во-вторых, у нас всё равно. И потом люди приходят, им уже всё равно. Они смотрят на вас, видят, что вы белобрысая, симпатичная, молодая. Ну и покупают. Ну они же приходят, денежки потратят. И не видать, как она стоит в половинке. А там, между прочим, вот такие каблуки. Ну да, чтобы быть повыше из-за прилавка. Давайте посмотрим на вещи. Будьте добры. Эвелина, пожалуйста, разберите гардероб этой милой тулячки. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы понимаете, не сказать, чтобы он был плохим, этот гардероб. Перед нами женщина, которая, очевидно, любит платье. Которая, очевидно, женственна. Которая, очевидно, знает о своих сильных сторонах. И всё сейчас сидит и придумывает. Она бы хотела много нарядных платьев, но у неё пока нету такой возможности. И в связи с этим обстоятельством, я думаю, что скорее здесь не ошибка в том, каким образом она подбирает вещи. А ошибка в том, каким образом она распределяет бюджет. Потому что, послушайте, любая молоденькая, хорошенькая женщина при наличии такой возможности не забудет о себе. Потому что вещи – это упаковка настроения женщины. Новые вещи – это фактически такая же необходимость, как еда для женщины. Потому что обновление, которое она видит в зеркале, благодаря нарядам, пусть не каждый день, разумеется, и пусть не самые дорогие эти наряды будут, всё равно что. Пусть даже новая помада. Составляет суть прогресса женщины. Женщина так устроена, что она должна постоянно изменяться для того, чтобы прогрессировать. Поэтому лишать её возможности приобретать время от времени новую тряпочку и чувствовать вырастание крыльев за спиной – это лишать её ощущения необходимости развития. Так совершенно нельзя делать. И поскольку перед нами женщина очень молодая и очень симпатичная, я думаю, что вот это простое правило, она должна с самого начала своей юной жизни понимать. Ни в коем случае нельзя экономить на себе, потому что однажды из зеркала на тебя посмотрит человек, которому ничто не интересно, который ничего не хочет, который вообще не понимает, что он перед этим зеркалом делает. Для того, чтобы этого не произошло, давайте скорее устроим встречу нашей героини с нашими стилистами. Они на наглядных примерах объяснят ей, почему ей нужно обновляться. Ну, по крайней мере, от сезона к сезону. Спасибо большое, Елена. Присаживайтесь. Спасибо, Евангелие Завета. А я вызываю нашу героиню, Евгению Алёнину. Пожалуйста. Женечка, вы молодая, хорошенькая женщина, носите отчаянные мини, высокие танкетки. Это, наверное, какой-то у вас профессиональный взгляд на моду. Вы в основном работаете, очевидно, с мужчинами, правильно, в этом магазине? И вам хочется выглядеть так, как они хотят видеть продавщицу в этом отделе. Так что всё в порядке. Передаю слово Надежде Бабкиной. Женя, дорогая, в материалах дела сказано, что ты мужа выбрала сама, что в ЗАГС его привела сама, что ты заявление за него написала сама. Боже мой, неужели он так во всём тебе подчиняется? Он такой конкретный подкаблучник? Вообще, изначально мы с ним познакомились, я работала в магазине, он приходил туда, купит пирожок, стоит в стороночке, мужчина. Думаю, ну надо с человеком поговорить, надо с человеком... Приголубить. Да, вывезти куда-то. Расстоит, правильно. Ну, бедненький, несчастный. Ну, бедненький, несчастный, ну как же ему не помочь? Да, ведь у него есть профессия, он грузчик. Это не важно, бедненький, несчастный, как ему не помочь. Это наши вообще, наши правила женские. Ну и чего? Взяла я его за ручку и говорю, пойдём после работы прогуляемся с тобой вместе. Ну, не важно. Месяц мы провстречались. Месяц, всё-таки была страсть. Очень. Пришли к нему домой, обстановка никакая. Полуторка кровать стоит, ни телевизора, ни магнитофона, ничего. Ну, думаю, как так можно жить? Надо человеку показать, что есть всякие вещи интересные. Его привезли в свой дворец. Нет, я его стала квартиру обставлять всякими, бытовой техникой, фотоаппарат, телевизор, магнитофон. Вот что есть в магнитофон, можно его слушать. Не просто радио, которое висело у них на стенке. Жень, я что-то не понимаю. Ты так рассказываешь, что-то мне непонятно. У тебя потребность какая-то появилась или так безоговорочно? Влюбилась она. Да, мне этот человек нравится, нравился. И я хотела его, чтобы именно со мной он развернулся. Мне сестра говорит. Он молчит уже, но как бы люди не меняются со временем. Я говорю, со мной человек изменится. Он станет лучше, заговорит даже, да. Но когда у него будет какой-то достаток. Ну что, изменился? Заговорил? Конечно, изменился двое детей уже с тех пор. Люди не меняются. А не изменился и молчит. А ты вообще ему даёшь возможность, даёшь ему, чтобы он проявил инициативу, чтобы он вообще... Приходите. Да. Это опасно. Давайте сначала жена скажет. Нет, ну скажи сначала. Я даю ему возможность говорить, но у нас постоянно разговор получается в одну сторону. Говорю только я, а он кивает головой. Ну понятно, так, понятно. А я даже знаю, что у тебя его карта финансовая. Он даже зарплату не получает. Да, да, да. Но у нас получилось как. Я забеременела, я говорю, надо идти в ЗАГС, пошли. Он вроде бы согласился, кивнул, собрались, а потом там случилась неприятная ситуация. Сходьба отложилась. Но через три месяца, слава богу, пришли с ним в ЗАГС. Он пока там читал, всякие квитанции там висят. Я в это время заполнила заявление за него, за себя. В конце там вопрос общей фамилии, какую будете брать. Я у него спрашиваю, ты мою берешь? Он говорит, конечно. И все, он был Лобанов, стал Аленин, взял мою фамилию. Нет, я что-то не понимаю. Он что, не мужик, что ли? Может, она ему больше нравится, эта фамилия жены-то? Да какая разница? А какая, подожди, какая у тебя фамилия? Аленина. Юра, возьми, пожалуйста, микрофон. Не бойся, он не это, не бросается. Юра, а у тебя какая фамилия? Моя фамилия Лобанов. Лобанов. А тебе Аленин больше нравится? Ну, просто тогда получилось, мне захотел фамилию взять. Ты что, был в Нирване, что ли, я не понимаю, не приходя в сознание? А как ты живешь-то вообще без зарплаты, без карты, без денег? Он любимую женщину, даже не может пригласить в кафе куда-нибудь. Сходи там в парк погулять, мороженое элементарно купить. Это что такое? Юрок, в чем дело? Тебе нравится быть подкаблучником? Ну, как сказать, не совсем. А ты не стесняйся, скажи, как есть. Бывает, что подкаблучники самые надежные люди. И счастливы живут. У нас часто такое встречается, и мужики не стесняются, говорят, да, я подкаблучник. Мне нравится, как она верховодит и руководит моим процессом. Нравится? Ну, почти да. Ну, вот и все. Он довольствуется тем, что плюс у него есть. Не стремится так особо ничего мне помогать. Потому что у нас двое детей, на все зарабатываю я. Я ему одеваю. Зачем вот Картикова говорить? Она ему не нужна, потому что он ни на что не тратит. Не понимаешь, какая вещь. Зачем мужу деньги вообще? А цветы он может вам принести? Или может и на клубы дорвать? Он может на день рождения спросить, дай мне немножко денег, я тебе пойду куплю цветы. А сам? А вам это приятно будет, да? Приятно, да. Ну, на это же можно и заработать, правильно? Просто стремиться там один день взять какую-то подработку на работе или еще что-то. Да, чтобы купить цветы. Чтобы его стимулировать. Заработать, потому что, да, цвет зарплаты, который получает, она же маленькая. Ситуация ясна. В общем, Женя, хотя и защищает его, и говорит, вот он такой-сякой, я его сама все сделала и так далее, и тому подобное. А на самом деле она жалуется, потому что ей тоже уже вот так вот это все надоело по большому счету. Вообще, что за мужик пошел какой-то обленившийся, понимаете? Поэтому она берет инициативу в свои руки. Ей не хочется вслух про это признаваться, но она вынуждена об этом сказать. А ему хорошо, чего он, как у Христа в запазухе, мягко, тепло, уютно, сытно, все хорошо. Конечно, ты не одинока. Там по ту сторону экрана. Мы все бабы дуры, понимаете? Вот нам приспичило и думаем, что сейчас мы создадим, слепим из того, что было. И будем счастливы. А нет, мои дорогие. Правильно она сейчас сказала? Подработал бы, сходил. Букетик бы мне принес. И поздравил бы. Хоть с днем рождения, уж не говоря про 8 март, про Новый год. Не знаешь, что даже сказать. Переодеваться все равно тебе надо. Не надо экономить на себе. Честное слово. Как только ты изменишь отношение сама к себе, как только ты приобретешь красивые вещи, это будет такой намек, что, Юрок, возможно, до свидания. А возможно и нет. Надо это сделать, понимаешь? А что касается Юрка, Юр, ты не пересмотришь, точно тебе до свидания. И не печалься. Не смотри на меня такими глазами домиком. Неправда, вот я не верю тебе. Потому что ты привык быть, извини, пожалуйста, на право к присоске. Нехорошо это. Нет, один раз у нас был момент, когда я хотела поставить точку на этом, что люди все не меняются, но я вижу, что человек никак не стремится, никак не на подработки, ничего. Три года прошло тогда. Ну вот сами этого хотели. Я тебе и сказала, боролась на той и напоролась. Я поставила Женечка жирную, вот такую точку. Я хотела поставить, но я подумала, что ребенок, я ему сказала о своем решении, я сказала, давай с тобой разойдемся, разведемся, что, ну, нет никакого развития в нашей жизни. Нет. На что он промолчал, как всегда в стороночек позвал бабушку и говорит, ба, а смотри, Женя, ты от нас уходить собралась. Ну, бабушка расплакалась, стала меня обнимать. Ну, естественно, я осталась. У нас жалко бабушку. Конечно, жалко бабушку. Много жалости, много жертвенности, а ничего для себя. Завязываюсь этим делом, правда. Евгения, я напомню вам, что вашу жизнь никто за вас не проживет, так что решайте сами. Продолжение этой истории, а также модные советы совсем скоро. Сегодня мы расскажем вам о модных сандалиях летнего сезона 2015. Не пропустите, будьте с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ В своем программе «Модный приговор» на Первом канале мы слушаем. Дело в стиле «Все под контролем». Итак, Евгения, вас будет опрашивать Эвелина Хромченко, пожалуйста. Вот вы все говорите, что муж молчит-молчит, а у меня написано в материалах дела, что не просто молчит, но еще и критикует, в частности, ваш внешний вид. При этом он не вам это говорит, а сестре жалуется. Это так, Лиза? Да, это действительно так. Он говорит, что ему не совсем нравится, как она одевается. Время идет, она все старше и старше, в салон на красоте она не ходит, красит дома самостоятельно, это выглядит небрежно. Это муж такое говорит. Нормально. Нормальное дело. Стилист, в семье свой стилист. Свой стилист по-тихому, затаился. Стыдно листью с ней в люди. Что вы говорите, стыдно что? Стыдно в люди с ней выйти, в ресторан даже с ней не пойдешь. Она вся растрепанная и вечно. Это муж говорит? Да. То есть говорить он умеет. Интересно. А в ресторан дачьи деньги? Нет, самое интересное не ей, а сестре, потому что если он ей скажет, а Тумаков получит тут же. Может, да. Вот вы стали экономить на себе после замужества или вас в семье так приучили делать родители? У нас такая, там получилась в детстве, конечно, история. У нас родители развелись. Когда мне было 13, сестре старше было 14. И у нас еще есть младшая сестра, Анатолий сейчас здесь, Алена. Где Леночка? Погодите. А вот она, красавица. Родители разошлись по разным сторонам. Папа ушел с другой женщиной, мама в депрессии стала искать себе другого мужчину, и мы остались предоставлены сами себе. Но папа, спасибо, забрал младшую сестру, потому что она была маленькая, он ее взял с собой жить. Вот мы с сестрой жили вдвоем, на нас оставили хозяйство, то есть там две коровы, телят, мы их кормили, доили. И, грубо говоря, молоко сдавали, на эти деньги жили. Но экономить начали с тех пор, потому что, ну что там за молоко, маленькие деньги. Потом мы, ну, росли, сами по себе подросли в итоге, уехали жить в Москву, и потом история стала уже получше. Не так пришлось экономить, но потом опять замуж, и опять надо экономить, опять хозяйство. Вот так. Да, конечно, история феерическая, но, по крайней мере, наши герои об этой истории рассказывают. Обычно плетут семь верст до небес, остальные лесом, а здесь вот прямо как есть, так и выкладывают. На это мало кто решается на самом-то деле. И, конечно, та картина, которую мы видим сейчас, она шокирующая, но ведь по большому-то счету, с чего начала Надежда Георгиевна говорить о своем впечатлении, об этой ситуации, она сказала, а все так живут. То есть есть этот элемент желания экономить на себе, очень у многих женщин вне зависимости от их обстоятельств. Надеюсь, что эти обстоятельства не такие суровые, как в том случае, который мы обсуждаем, но все-таки каким образом избавиться от этой привычки, сегодня предстоит узнать не только вам, но и многим нашим телезрительницам. Спасибо большое, Эвелина. А у нас с вами настало время модных советов. Сандалии – хит летнего сезона 2015. Их выбор в магазинах просто поражает, но только зрительницы нашей программы смогут выбрать то, что действительно актуально в этом сезоне. Итак, все внимание на главный подиум страны – дефилет модного приговора. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прокомментировать модные летние сандалии сезона 2015 я попрошу Эвелину Хромченко, эксперта моды. Вот уже несколько сезонов сандалии-гладиаторы держат несомненное первенство на подиумах. Давайте посмотрим на то, как они работают в жизни. Ну вот здесь вот, к сожалению, жесткая правда жизни говорит о том, что сандалии-гладиаторы могут носить вовсе не все, а только те, чьи ноги не будут превращены в сосиски в случае, если они познакомятся с этими сандалиями. По большому счету это не связано с возрастом и не связано особенно с размером. Если ноги не сухие, ни в коем случае нельзя приобретать сандалии-гладиаторы, особенно плотно лежащие на ноге, потому что через некоторое время, в конце дня так или иначе, будет ощущение вот этой вот перевязанной колбаски. Какие бы ноги у вас ни были, пожалуйста, подумайте о том, прежде всего, как конфигурированы вы и насколько такие сандалии украсят вас. Потому что, конечно, первая задача обуви такого типа – привлечь внимание, украсить. Вот такого рода сандалии, несомненно, носятся с чем-то коротким, возможно, прикрывающим колено чуть-чуть. Такие сандалии нужны специально для того, чтобы их демонстрировать. И если вы не склонны носить мини, то, конечно, на таких сандалиях можно сэкономить. Ну а если мини – это ваш выбор на лето, то попробовать сандалии-гладиаторы просто сам бог моды велел. Пожалуйста, возвращайтесь. Для тех женщин, которые чаще находятся на работе, чем на отдыхе, хорошо выглядят те босоножки, которые стилизованы под сандалии. Пожалуйста, покажите ваши босоножки на высокой платформе. Вот в данном случае функционал этих босоножек заключается в том, чтобы увеличить рост максимально. Нашей модели это совершенно не нужно, но мы все знаем варианты, когда девушке хочется немножечко добавить себе роста визуально, либо визуально скинуть несколько килограммов. И тогда девушка становится на очень высокий каблук с платформой под носочной частью. В данном случае босоножки выглядят примерно как сандалии-гладиаторы, но они короткие. И надо отдать должное тому, что вписываются в очень многие темы нынешнего сезона. Ну, во-первых, богема-буржуа, во-вторых, хиппи-шик и так далее и тому подобное. То есть все, в чем есть фольклорный элемент, хорошо приемлет подобного рода конфигурацию обуви. Здесь наши стилисты решили предложить юбку-брюки, которая имеет среднюю длину, закрывающую колено. Любые кюлоты и, главное, любое платье для такого формата обуви очень подходящие. Конечно, на работу, если у вас есть дресс-код, такую обувь придется надевать только в пятницу. Но если вы можете носить брючный костюм и спрятать эти катурны под брючным костюмом, то они выручат вас летом с понедельника по четверг. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возвращайтесь. И, наконец, самый модный на сегодняшний день тип сандалий. Будьте добры, пожалуйста, покажите его. Это сандалии очень напоминающие спортивные. Как правило, они все и всегда на разной толщины резиновых подошвах. Как правило, они делаются с перекрестными ремнями, вот как в данном случае, и одним перекрестным ремнем, который оборачивается вокруг пятки. Но бывают и конфигурации. И те спортивные модели, которые раньше подвергались модой астракизму, на сегодняшний день реабилитированы. На подиуме их носят с носками. Но я не рекомендую вам так поступать в жизни. Лучше подумайте о педикюре. А в случае, если сейчас нашу передачу смотрят мужчины, то им я хочу передать отдельный привет. Если вы вдруг носите сандалии или перфорированную обувь, носки там вовсе ни к чему. А педикюр делают не только женщины. В данном конкретном случае я хотела бы обратить ваше внимание на то, что сандалии помогают стилистам продемонстрировать определенное направление, которое они выбрали, составляя этот костюм. Увидев манекенщицу, они, конечно, влюбились в ее нетипичную внешность и немедленно решили поиграть в японскую тему. В этой ситуации спортивные сандалии стали намекать на японские сандалии гетто. И действительно сделали это очень хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, возвращайтесь. Все о том, как правильно выбирать модную летнюю обувь, и в случае, если вам нравятся сандалии, то их, читайте на сайте модный.тв. Спасибо, Елена. Оценить выбор героя и записаться на участие в программе и выслушать модные советы можно по телефону. Звоните с мобильного 0736. Но выбор Жени и ее сестры Елизаветы увидим очень скоро. Не переключайтесь. Будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Итак, Евгения вместе с сестру Елизаветы сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что они выбрали. Я приглашаю Евгению на главный подиум страны. Женечка, довольны ли вы этим платьем? Да, да. Это мне выбралась сестра. Мне понравился расцветочек, как она мне подходит, и длина мне очень нравится. Это геометрический рисунок. Да, отлично. Я надеюсь, стройнит как будто бы прям... Ну, вы не полная женщина, так что, я думаю, вам очень многое подойдет. Давайте выслушаем мнение нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях дизайнер Юлия Далакян. Здравствуйте, Юлия. Вы прекрасны, как весенний и летний цветок. Скажите, что вы скажете об этом наряде? Ну, мне кажется, платье очень неплохое, потому что очень модная расцветка. Опять же, все эти оптические мотивы, не очень крупные, они сейчас актуальны. И очень правильная форма, потому что есть определенная свобода, то есть оно не слишком облегает. Поэтому оно дает свободу жить и при этом себя чувствовать прекрасно. У вас красивые ноги, вполне возможно позволить себе такую длину. И, в общем, обувь выбрана неплохо, так что мне очень нравится. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вы молодец. Переодевайтесь за кулисами. Ну, а сейчас слово Надежде Вапкиной. Конечно, Лизонька, как добрая душа, вовсе не равнодушна к проблеме своей сестры. И она правильно выбирает платье. Очень удачно, я тоже полностью согласна. Мне нравится, что есть между телом и платьем расстояние примерно где-то ладонь. Что касается длины, да, это несколько длиннее, чем ее юбочка, так сказать, провоцирующая непонятно на какие вещи. В принципе, длина нормальная, она еще молодая, ей всего 28 лет, но можно, если даже и на три пальчика пониже, все равно было бы хорошо, потому что это было бы выше колена. Потому что все-таки у нее двое дочерей, двое детей. Ну, если бы добавить причесочку достойную, то макияжикой совсем была бы другая песня. Молодец, Лизонька, я вас поздравляю, мне платье это нравится. Спасибо большое. Надежда, слово Евгений Хромченко. Принимая во внимание достаточно уверенные ножки нашей героини, более активная нижняя часть в обуви лучше бы, наверное, осмотрелась. Кроме всего прочего, это платье очень уж пахнет шестидесятыми, и я бы его, конечно, снабдила какой-то обувью, которая стилистически хотя бы чуть-чуть напоминает эту тему. А это часто обувь на плоской подошве. Кстати говоря, страносые балетки здесь бы тоже замечательно подошли. Спасибо большое, Евелина. Уф, ну а сейчас второй выход Евгении. Леночка, на вашей футболке написано слово «бизу», что значит «поцелуйчики» по-французски. Это, конечно, очень симпатично. Призыв мужу, очевидно. Белые брюки часто бывают опасными. Не для каждого типа фигуры, как женской, так и мужской, они подходят. Поэтому вам надо внимательно понимать, следует ли вам носить именно белые брюки, потому что они всегда расширяют бедра, особенно если футболка такая короткая. Ну а сейчас выслушаем нашего независимого эксперта, дизайнера Юлию Далакян. Я вас очень понимаю психологически, потому что обожаю сама брюки и свободное что-то сверху, потому что я очень много долго работаю в течение дня, и мне как раз необходима именно такая одежда. Но тут действительно было правильное замечание насчет белого цвета, даже не настолько это радикально, насколько форма брюк сама немножко, наверное, неправильная, даже особенно под эту обувь. Хочется узкие брючки, чуть выше щиколотки, и вот они тоже должны быть чуть-чуть, как бы тоже вокруг ноги, как вот эта футболка вокруг тела. Пошире. Ну да, надпись, конечно, такая, завлекалочка, но что делать, раз настроение такое, такая улыбка, соответственная надпись. Все очень подходит психологически, поэтому не так уж и плохо. Спасибо большое. Дорогая, переодевайтесь. Итак, слово Надежде Бабкиной. Конечно, у меня такое ощущение создается, что Женя никак не может выйти из тех времен, когда она была школьницей. То есть, понимаете, в ней вот эта вот школьная такая дерзость, и какая-то такая девчоночка, девочка-припевочка, она не воспринимает в себе ту самую красивую женщину, которой она уже является. Соответственно, выбирает для себя определенный тип одежды. Вот эти маечки-завлекалочки, и, скажем, вот эти, это даже не брючки, они как из джинсы, я здесь рядом сижу, это абсолютные джинсы. В принципе, на ней сидит неплохо, а обувь мне не очень здесь нравится. Здесь обувь, на мой взгляд, нужна помолодежнее. Хотя, сказать, ей удобно, она торгует, она все время на ногах стоит. И, конечно, вот эти вот, знаете, растоптайки, они, наверное, будут хороши. Они мягкие, амортизируют, и ей вот самый раз, видно, из-за прилавка-то не видать ничего, а ей удобно. Поругать ее, сказать, что это безумно плохо, я не могу, но улучшить вариант, да, и право на это будут иметь стилисты. Спасибо большое. Велина, вам слово. На самом деле, Евгения справляется замечательно с такими сложными вопросами, как, скажем, колористика. То есть, она тонко чувствует цвет. При той сложной истории своей жизни, которую она рассказала вместе со своей сестрой, по идее, она должна в этом немножко путаться. Но, так или иначе, у нее получается сделать то, что она сделала сейчас. Это уже большая победа. Что же касается брюк, то, да, я совершенно согласна с Юлей. Узкие брючки более плотного по фактуре материала, чуть-чуть укороченные, в той ситуации, которую продемонстрировала наша героиня, подошли бы. Потому что, правда, обувь несколько тяжеловата. Ну, а если бы вот эти вот брюки, которые действительно слегка расширяют бедра, были бы прикрыты сверху жакетом без рукавов, таким актуальным в нынешнем сезоне, тоже белого цвета, то ситуация вообще бы разрешала эти брюки не менять. Спасибо большое, Евелина. Ну, а сейчас третий финальный выход. Компромисс. Евгения, ну та же история. Неправильно, когда бедра шире, чем плечи. А здесь случилась именно такая ситуация. Здесь компромисс, мне понравились брюки, мне устраивают, цветовая палитра понравилась. Я блондинка, мне кажется, это... Да, но не идет такой покой. И обувь очень удобная, очень удобная. Дорогая моя, удобство – это ценное качество, но еще есть эстетика. Не надо о ней забывать. Выслушаем сейчас Юлию Дулакян, нашего независимого эксперта. Действительно, очень красиво подобраны цвета во всех практически трех вариантах. И мне так кажется, что вам очень нравится этот нежный розовый цвет, и бежевый, и все такое пастельное, и приятное. Это очень здорово. Но на самом деле форма и блузки, и брюк оставляет желать лучшего, потому что у блузки очень неудачные выточки для женщины, у которой как будто бы низкая грудь. А брюки, ну, соответственно, они уже просто не очень модные, они неактуальны ни по форме, ни по своему прилеганию к телу. Поэтому, конечно, они вот совершенно точно не подходят. А обувь, я понимаю, что она вам удобна, и она действительно очень неплохо смотрится, но под нее очень сложно подбирать брюки. Это действительно так. Поэтому это может быть скорее вариант для юбки, и то очень аккуратно выбирать ее длину. Или, может быть, укороченные брюки, вот совсем такие типа похожие на юбку, чуть ниже колена. Может быть, были бы неплохо. Но в данном случае это как-то все немножко не состоялось. Так что вот компромиссное решение, на мой взгляд, было хуже, чем два предыдущих. Спасибо большое. Присаживайтесь. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Выслушаем сейчас Надежду Бабкину. В этой семье были большие трудности, и Лизонька вместе с Женей испытывали с самого раннего детства серьезные сложности. И в воспитательном процессе ей надо было выживать. И поэтому и экономия, и все там было. Но если Лизонька как-то выбралась из этой ситуации, она впустила в себя вот эту историю женственности и реализовала себя во внешнем виде 100%, то Женя, никак у нее это не получается. Желание есть, а никак не происходит. Потому что она и жернец, и жрец, и надуде, и грец, и сама все сделала, и сама принесла, и сама все сделала. И опять побежала. Понимаете, и детей воспитывать, и за всех нести ответственность. Вот и времени на себя нет. А когда оно пришло, это время, а я ухандакалась, мне уже типа и не надо это. Легла спать, лишь бы выспаться. Потому что утром опять то же самое веретено. И, конечно, ее понять можно. Но, тем не менее, понимаешь, Жень, надо тебе пересмотреть отношения к себе. Стилисты тебе будут что-то предлагать. Обязательно на это обрати внимание. И двигайся по жизни дальше с большим успехом. Этот комплект мне не очень нравится, потому что он все-таки не является женственным. Он даже цвет не спасает, честное слово. В общем, я тебе желаю преображения, чтобы твои сестренки восхитились, обрадовались и сказали, вот, мы этого ждали, давай будь такой раз и навсегда. Спасибо большое. Выслушаем сейчас Эвелину Хромченко. Все пастельные оттенки, которые вы выбирали сегодня с сестрой, просто блестяще подходят вам. Действительно, ваша гамма, особенно в вашем нынешнем цвете волос. Не знаю, что будет после вашего посещения стилистов. Но то, что вы выбираете сейчас, очень хорошо вкладывается в ваши нынешние цвета. Волос, глаз, кожа, замечательно все. Что же касается формы, то здесь, конечно, вы немножечко прокололись. И я бы очень рекомендовала, видя, что у вас проблемы с подбором брюк, немножечко забыть о джинсах, о брюках и попробовать платье. Потому что платье – это одна вещь, с ним легче бороться. Если верх и низ вам необходимо сочетать и придумывать, что там я надену вот к этой кофточке вниз, как это все будет выглядеть, то когда ты выбираешь платье, тебе необходимо думать только об одной вещи. Ты смотришь, идет тебе платье или нет. Если оно тебе не идет, ты его снимаешь, надеваешь другое. В примерочной выходишь счастливая, потому что ты видишь четко, платье село, подошло. Поскольку ваша история не самая простая, и вы начинающий менеджер семьи, я думаю, что платье – это то подспорье, которое вы, ну, редко находили извне, скажем так. Спасибо большое, Эвелина. Настало время отправить нашу подсудимую Евгению в волшебную комнату к стилистам Первого канала. Ступайте туда, меняйтесь и радуйте всех. Спасибо. Что придумают стилисты для Евгения, увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте с нами. Дорогие дамы, на дворе лето, пора худеть. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Будьте красивыми. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слышим дело в стиле «Всё под контролем». Наша героиня Евгения побывала в волшебной комнате стилистов. Мы её поддержим бурными аплодисментами. Евгения, на подиуме. АПЛОДИСМЕНТЫ Квыковки! Так красиво, я в шоке, вообще. Очень красиво. Я просто в шоке, вообще. Так красиво, я просто. Это вообще не я, это так красиво. Потрясена? Вообще, я в ужасном шоке, вообще очень красиво. В ужасном шоке. В ужасном шоке. И очень красиво. Вы нам сказали четыре раза, что вы в шоке, что это вообще, и что это очень красиво. Я очень рад за вас. Я рад, что вы увидели себя в новом обличье. У вас замечательная профессия. Вы стоите за прилавком, но прилавок придётся тоже поменять. Мужа пока менять не собираетесь? Ну, пока посмотрим, как он сейчас на это всё отреагирует. Да. Спросим мужа. Юрий, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Если честно, я даже не узнал свою жену. Это очень даже... Нет даже слов. А теперь речь, она и не твоя. Надеемся, такого не будет. Оказывается, он разговаривает. Слушайте, ему нужна была шокотерапия. Я буду тебя всегда любить и буду меняться. Спасибо. Спасибо большое. Сестра Елизавета, вам слово. Нет, ну мы в голове прибирали много образов, но такого мы не ожидали. Она очень красивая. Женя, я рада очень с тебя. Мы все рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Дорогая, оставьте цветы на столе. Перейдите, войти за кулисами. Надежда, вам слово. Её восторгу нет предела. Я ей говорила, что выйдешь, ахнешь, охнешь. Но я сейчас про Юрия. Юрий, ну ты понимаешь, какая вещь? На самом деле, ведь и разговорчивая. Ты же всё сечёшь. Ну уже будь мужиком настоящим. Понимаешь, чтобы она тоже почувствовала, где, значит, ты кулаком по столу в том плане. Я сказал, значит, так и будет. Я тебе серьёзно говорю. Если хочешь её сохранить, да, вот я не зря сказала, у меня прям с языка сорвалось. Не твоя теперь речи. Вот если хочешь её сохранить, на самом деле трудиться надо. Не только ей одной, а тебе тоже. Понимаешь, тебе тоже держаться. Не за юбку, хотя и за юбку это не совсем плохо, другую, значит, купишь. А вот за человека, который рядом. Потому что с ней вместе ты можешь стать успешным, востребованным и так далее. Юр, ну правда. Ну обрати на это внимание. Наряд хороший, молодёжный. Ей это идёт звонкий. Она радуется. И в то же время статусность. Правильно, Сашенька? Это так. Прилавок надо поменять. Да-да, спасибо большое. Ну а сейчас слово Евелины Хромченко. Вы знаете, как раз ровно та ситуация, в которой трудно подобрать слова. Поэтому я, пожалуй, дам вам ещё несколько вводных из материалов дела. Видели, да, эту красивую женщину? Она мама двоих детей. Им 7 лет и 3 года. Они ходят в садик. Она много работает. Раньше работала на двух работах. Теперь работает, к счастью, на одной. Как рассказала её сестра. А знаете, кто детей в садик отводит и приводит их обратно? Вы думаете, Юра? Нет, его бабушка. Ей 92 года. Ой-ой-ой! Да. Интересно. Бабушка, вам привет! Ну а сейчас второй выход нашей героини. Евгения, на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женечка, как вы себе понравились? Он вообще отлично и удобно, прям вообще, и по цвету. Мне прям нравится цвет такой, всё цветное, красивое, отличное. Замечательно. Дочь Алена, что скажешь о маме? Мама очень красивая. Стесняется? Оставайся всегда такой. Спасибо, Алена. А что скажет младшая сестра нашей подсудимой Елена? Жень, ты вообще потрясающе выглядишь на самом деле. Я хочу пожелать тебе, чтобы это было не только твоё внешнее преображение, но и внутреннее. Чтобы ты всё-таки переосмыслила свою жизнь и начала всё с чистого листа. Надежда, скажите ваше веское слово. Конечно, история сегодня животрепещущая. И, кстати, сказать, ведь так многие живут, по правде, да? И к нам приходят с разными судьбами и с разными просьбами. Это крик о помощи. Поменяйте меня, я сама не в состоянии. Поменяйте её, говорят родственники, близкие. Наши Евгении идут эти наряды. Это роскошный жилет с открытой проймой. Про эти сандалии, сколько уже было говорено, что они модные на каблуке. Всё ей идёт, это безупречно. Но посмотрите, какая вещь. Юр, ты меня извини, я на тебе танком сегодня буду ездить. Понимаешь? А ему всё равно. Вот он говорит, хорошо. То есть вот конкретно подкаблучник нравится, когда ему бабы отчёт дают как следует. Смотрите, девочки, что происходит? Пальчик порезали мы на работе, больничный взяли. Это Юрасик. Понимаете? Детей сводить в школу, и как сады вели, она сказала. Конечно, бабушка. Ему-то что? Он болеет, лежит. Хворь одолела. Понимаете? Деньги заработать где-то. Нету сил, немощной и всё такое прочее. Девчонки, миленькие, сестрички, поддерживайте её. Поддерживайте, потому что ей пока будет нелегко. Вот когда оковы тяжкие спадут, не будем зарекаться, но надеюсь, тогда всё наладится как следует. Спасибо большое, Надежда. Всё-таки в семье виноваты оба. Ведь Евгения сама хотела такого мужа, сама его выбрала и так воспитывала. Поэтому винить только мужа в таком положении вещей было бы неразумно. На мой взгляд, Женечка тоже должна посмотреть хорошенько на свои методы обращения с супругом. Согласна, Саша, но не заступайся за трудным. Вообще никакой перспективы. Это был её выбор. Она положила глаз именно на него. Надо было думать до свадьбы. И не сразу идти знакомиться с родителями. А сейчас, Эвелина, вам слово. Ну, послушайте, в принципе, если речь идёт о человеке, который спокойно и послушно выполняет команды, значит, видимо, дело в командах. Чего жалеть? Что же касается комплекта как такового, то я бы рекомендовала ему более лёгкие полуспортивные слепоны. Или те самые сандалии, которые мы сегодня наблюдали на манекенщице, демонстрирующей японскую тему. Вот такого типа обувь нашей героине просто не нужна, потому что она женщина высокая. У неё 168 сантиметров. И, по большому счёту, только утяжеляет общий вид замечательного комплекта. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас третий финальный выход Евгении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok А главное, более значимый. Может быть, вы работу сможете поменять на более интересную, может быть, еще более оплачиваемую. Да, да, да. Я думаю, сейчас на собеседование будет идти проще. А не хотели бы вы мужу вернуть его зарплатную кредитную карту, чтобы он теперь сам покупал вам цветы и на свои деньги заботился о себе? Александр, пока пусть он сначала на эту зарплатную карту денег побольше наберет, а потом подумает она. Не надо. Заработает сам. Да, да, да. Елизавета, что скажете вы? Я в восторге. Мне не дошло. Такой я красивой никогда не видела ее. И, естественно, мы сами до такого не дошли бы. Стилисты просто молодцы. Она молодец, что на это согласилась. Мы ее уговаривали долго. Ну, эффект ошеломляющий. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, а сейчас выслушаем модный приговор от Надежды Бабкиной. Жень, понимаешь, какая вещь? Мы тут тебе наговорили всяко разного. И советы давали, и охали, и ахали, и крехали. Сама понимаешь. В каждом дому по кому. Это некая игра была. Но в этой игре есть доля правды. И Саша сказал очень правильную вещь. Знаешь, в семье не бывает один кто-то виноват. Надо тоже пересмотреть свое отношение. У тебя двое детей. Две дочки, которые смотрят на тебя. Ты должна для них быть примером красоты. И ты не хочешь, чтобы они повторили твою горькую судьбу. Не хочешь. Значит, надо думать о себе. Не экономить на себе. Наоборот, пошла, купила где-то помаду, глазками постреляла. Глядишь, он это дело тоже почувствует. Где-нибудь копеечку-то подзаработает. И там, глядишь, он проявится уже как мужчина. Будет себя правильно вести по отношению к женщине. А так у вас, наверное, все хорошо. Тебе самой нравится командовать. Да и командуй потихонечку. Но так командуй, как будто инициатива исходит от него. Вот я тебе просто подсказываю. Свои глазки голубые. Я еще подголублю. И пошли по сторонам. Он заиграл, а я запела. Ох, легко ли было нам. Понимаешь, какая листья. Браво. Спасибо большое, Надежда. Модный приговор от эксперта моды Эвелины Хромченко. Вы, конечно, прекрасно выглядите. Конечно, голубой цвет, это юбка с баской делают вас очевидной куколкой. Я, конечно, рекомендовала бы вам поэкспериментировать с волосами еще. Потому что после этого вашего пергидроля самодельного, да, очень тяжело было парикмахерам что-то такое более или менее естественное на вашей голове изобразить. Это этапные вещи. Вам необходимо найти просто самую лучшую парикмахерскую в городе Туле и найти там человека, про талант колориста, которого говорит весь город, и ходить только к нему. Это дорого. Ну а что поделать? Бюджет, он же не резиновый. И время тоже не резиновое. И если вы не будете тратить сами, вот прямо вписывать в свои обязательства на сегодняшнюю неделю какое-то время на себя и, соответственно, какие-то деньги на себя, они из воздуха не возьмутся ни минуты, ни рубли. Это обязательные вещи, потому что у вас две девочки, и все, что сейчас происходит с вами, впоследствии будет происходить с ними. Вы сейчас закладываете ту матрицу, которая впоследствии будет править их жизнями. Что же касается мужа, давайте ему точно очерченное задание. Вымыть посуду, сходить в магазин, купить то, это, 5-е, 10-е, 25-е, бабушку трогать запрещается. Спасибо большое. Ну а мы с вами подходим к финалу нашего утреннего модного суда. Гости в студии, голосуйте. Дворецкие, привезите вещи на подиум, а вы, дорогая Евгения, подойдите в центр. Позвольте вас поздравить и задать вам важный вопрос. Женечка, что бы вы хотели получить от нас в подарок? То, что вы с сестрой Лизой нашли в магазине. Помните эти прекрасные телесного цвета две маечки, очень красивые белые брюки, замечательное платье. или вещи от стилистов, которые вам, может быть, за прилавком в Туле и не очень-то и подойдут? Мне кажется, это гораздо лучше. Стирается хорошо в машине. Это действительно так. Мне кажется, это вам больше подойдет. Нет, я все-таки склоняюсь больше к выбору стилистов. Вы бы хотели это. Сейчас все внимание на экран, посмотрим, что решило голосование. 0% пользу Евгении, 100% пользу стилистов модного приговора. Эти наряды вам в дар от нашей программы. Сегодняшнее заседание закрыто. С вами прощаемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова